На Россию и Европу влияют извержения исландских вулканов, но вулканы, допустим, какие-то перуанские, тоже на некоторой степени, но меньше могут влиять, но нужно об этом знать, нужно этот процесс весь изучить досконально. В аномальной жаре и засухе 2010 года Жарвин винит исландский вулкан Эйяфиатла-Юкерль, точнее, пыль от его извержения. Сначала крупные ее частицы затеняют солнце и приводят к похолоданию, а потом мелкая пыль нагревается в атмосфере и создает мощные антициклоны. Как раз такие, как тот, что застрял над Россией. Это вот мелкая пыль, она на солнце нагреется, и потом, когда она будет оседать, приносить тепло на гордые вершины, начнется сначала в горах таяние ледников и большие наводнения, а потом просто подойдет к Земле и начнется вот жара, которая в зависимости от мощности извержения вулкана будет или большой, или очень большой. Извержение других, более мощных вулканов изменит климат планеты кардинально, и процесс этот необратим. Я только хочу отметить, что и Афладлия-Юкерль извергался довольно слабо. Нужно быть готовым, если начнется извержение Катлы, все эти проблемы, которые сейчас встали перед нами, могут повториться с многократным усилением. Но есть и другой прогноз с точной датой 2012 год. Это уже не таинственные знаки календаря древних индейцев майя. Это большой массив реальных фактов, которые можно описать математикой, просчитать на компьютерах, проверить расчеты на практике. Буквально на глазах развивается тревожный исландский сценарий. 21 мая взорвался вулкан Гримсвотн, находящийся на юге страны. Вулкан выбросил столб дыма и пепла высотой 15 километров.